Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ГИБДД проводит в Кировской области профилактическое мероприятие «Должник». До 21 февраля сотрудники госавтоинспекции будут активно напоминать водителям и пешеходам о необходимости своевременной оплаты дорожных штрафов. Автомобилистам полицейские советуют не дожидаться прихода писем счастья и регулярно проверять наличие или отсутствие взысканий на сайте ведомства. В январе 2018 года, информирует региональное управление ГИБДД, в отношении должников было заведено почти полтысячи административных производств. Трасса 101 Стало известно, сколько будет стоить электронный паспорт транспортного средства. Напомню, что его внедрение начнется после 1 июля этого года. В принципе, получать ЭПТС на зарегистрированный в установленном порядке автомобиль не надо. Необходимость в этом возникает при продаже машины. Новому владельцу придется выложить за электронный документ 600 рублей. Оплата ЭПТС на новые авто – обязанность производителей. Трасса 101 Один из пермских юристов попытался оспорить в Верховном суде право гаишников на остановку автомобилей в любом месте. Правозащитник настаивал на том, что это нарушает права и свободы россиян, плюс создает коррупционные риски. Ответчик МВД ссылалось на то, что в России осталось всего 78 стационарных постов. Этого явно недостаточно для того, чтобы контролировать шоферов. В итоге суд принял сторону министерства. Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал парламентариям не принимать законопроект, ужесточающий ответственность водителей за излишнюю тонировку стекол. Речь там идет о штрафе в 1500 рублей и 5000 в случае рецидива. Сейчас только 500 рублей. Автор документа депутат Вячеслав Лысаков пообещал подготовить новый законопроект. Трасса 101 Лада Веста с кожаным салоном. Она существует. На ней передвигается президент автоваза Николя Мор. В сети появились некоторые данные об этой машине. Оказывается, она длиннее обычного седана на 25 сантиметров. У нее раздельное заднее сидение с подогревом. Также имеется дополнительная шумоизоляция и продвинутая информационно-развлекательная система. Двигатель 1,8, мощностью 122 лошадиные силы. Коробка 5-ступенчатый робот. Стоит такая Веста около миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова